Российский эксперт, замдиректор Института СНГ Владимир Евсеев, предлагавший нанести ракетный удар по Баку российскими эскендерами, посетил круглый стол, культурные мосты между Россией и Азербайджаном, как основа для межкультурного диалога, который состоялся в Государственной Думе Российской Федерации. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Фуад Аббасов. Он отметил, что проармянский эксперт появился на мероприятии без приглашения. Когда ему напомнили про его слова во время заседания Лазеревского клуба в Ереване о нанесении ответного ракетного удара по городу Баку, он сначала начал все отрицать, а когда увидел видео с позорным, убежал из заседания круглого стола и закрылся в кабинете Константина Затулина. По делу о массовой драке в Москве в кафе Неолит, которая произошла 14 февраля между уроженцами Азербайджана и Чечни, задержали известного исламского блогера Алибека Мирзаханова. На его страницу в Инстаграме подписаны более 100 тысяч человек. Родной брат Мирзаханова рассказал, что в квартиру, где жил Алибек, вырвались около 20 сотрудников правоохранительных органов, положили брата на пол и избили. В квартире провели обыск, изъяли всю технику, после чего увезли задержанного в неизвестном направлении. В постановлении, которое передали родственникам Мирзаханова, говорится, что он подозревается в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сковору. Родные задержанного утверждают, что Алибек не был причастен к драке возле кафе Неолит и называют повод для обыска придуманным и формальным. Почти сутки о месте нахождения Мирзаханова ничего не было известно. В ночь на 17 февраля он позвонил и сказал, что находится в ОВД и что его дело обстоится очень плохо, попросив предоставить адвоката. Глава чеченской оппозиции обратился к Азербайджану. Я призываю чеченские и азербайджанские народы не поддаваться на провокации и не позволять посеять рознь между двумя братскими народами. Как сообщается, об этом в ходе прямой трансляции в соцсети Facebook заявил бывший министр связи Чеченской республики Ичкерия и один из лидеров оппозиции Саид Эмин Ибрагимов. По словам известного чеченского общественного деятеля, провокация, в которую пытались втянуть азербайджанцев и чеченцев, была отщательно спланирована. Нам нельзя поддаваться на такого рода провокации. Я очень люблю азербайджанский народ. Во время войны волей и судьбой я оказался в Азербайджане. Мы видели, как азербайджанцы встречали чеченцев и как переживали за нас. Чеченцы очень благородный народ и не забывают добро, сказал Ибрагимов. Саид Эмин Ибрагимов добавил, что когда впервые увидел видео с избитым чеченцем, его самого переполнили чувства и он хотел мщения. Но здравый человек должен понимать, что это провокация. Целью посеять вражду между народами никто не имеет права оскорблять людей по национальному признаку, добавил Ибрагимов. В рамках проходящей в Абудабе международной оборонной выставки Айдекс-2019 министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закер Гасанов встретился со своим белорусским коллегой генералом-лейтенантом Андреем Равковым, сообщает пресс-служба Минобороны. В ходе встречи стороны отметили важность развития сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательных сферах, обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. Также в ходе выставки азербайджанская делегация ознакомилась с боевой техникой и военной продукцией оборонной промышленности Республики Беларусь, поинтересовалась вооружением и техникой, способными усилить боеспособность азербайджанской армии. В ходе выставки Закер Гасанов встретился с представителем Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь Романом Головниченко. Стороны обсудили перспективы военного и военно-технического сотрудничества, возможности применения современной военной технологии, вопросы, представляющие взаимный интерес. Продолжение следует...